Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы начинаем очередную лекцию цикла публичной лекции по Литру. Если кто-то еще не вошел, входите смело, места есть. Мы, напоминаю, каждый четверг здесь, 7 часов вечера, исключением будет 8 марта по известным причинам. А сегодня мы продолжаем говорить о медицине. У нас уже, ну можно сказать, да нет, ну строго говоря, один раз мы уже говорили о медицине, но пока эта лекция еще не вывешена с Дмитрием Кузьминым. А сегодня у нас Алексей Водовозов. Мы работаем в стандартном режиме. Сначала лекционная часть, после чего можно будет задать вопросы, выступить с какими-то комментариями. А задать вопросы и выступить с комментариями только в микрофон, только представляясь, вам микрофон принесут. Пожалуйста, Алексей. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер всем, кто смотрит трансляцию в интернете, и потом будет смотреть все это дело в записи. Значит, я сразу хочу сказать, что я не считаю своей задачей кого-то в чем-то убедить, переубедить и так далее, потому что вот эти вопросы, о которых я буду касаться, ну по большому счету это вопросы веры. Это как извечный спор между эволюционистами и креационистами. То есть каждый все равно останется при своем мнении. Но если кому-то это поможет, скажем так, сориентироваться, или кто-то из сомневающихся сможет принять решение на основе этой информации, будет замечательно. Итак, сегодня мы поговорим о псевдодиагностике. Но прежде чем начать с псевдодиагностики, надо хотя бы несколько слов сказать собственно о диагностике. С самого зарождения человечества, когда появились первые люди, скажем так, специализирующиеся на медицине, изначально это были шаманы различные и так далее, для того, чтобы выяснить, что с человеком происходит, ему нужно было произвести, скажем так, некий ритуал, сбора жалоб, скажем так, осмотр тех выделений, которые человек из себя выделил и так далее. И очень долго, на самом деле, вот этот вот перечисленный набор и был основным арсеналом всех медиков, то есть органы чувств, которые наличествуют у медика. И, собственно, на этой информации и принималось решение о диагнозе, скажем, или о лечении, о прогнозе, об эффективности назначенной терапии, о необходимости какой-то смены ее и так далее. Нечто революционное наметилось только по мере научно-технического прогресса, по мере того, как науки начали приобретать современный вид, то есть примерно где-то в эпоху Возрождения. Спасибо. Скорее всего, следует сказать голландцам, в частности, мастерам, которые изготовили влячки. Помимо, собственно, очков, они еще придумывали различные приборы. И уже в XVI веке, скажем, была возможность рассматривать некоторые детали не только на удалении, скажем, при помощи телескопа, но и в приближении при помощи аналогичного прибора, но с обратным строением линз, который увеличивал мелкие предметы. В принципе, первым, кого можно считать действительно, скажем так, клиническим лабораторным диагностом, был, опять же, голландец, Антой Иван Левенгук в 1674 году. Вот эта реплика, это не его конкретный микроскоп, но это было изготовлено по его технологии. Как видите, наверху вот здесь вот находится линза, куда помещается на иглу, помещается изучаемый материал, и с обратной стороны линзы исследователь смотрит на свет. Казалось бы, простейшее устройство, но именно при помощи вот такого нехитрого сооружения Левенгук умудрился рассмотреть клетки крови, в частности, ретроциты им были впервые описаны, сперматозовиды им были описаны, это если касаться биологии, ну и различной инфузории в туфельках и так далее, то есть прочий микромир, он умудрялся достигать разрешения в 300, то есть увеличения в 300 раз, ну, входят слухи, что 500 раз, но подтверждений, насколько я знаю, это ему нет, но 300 раз это точно. То есть это на самом деле такой очень неплохой современный микроскоп. Если бы существовала Нобелевская премия в то время, он бы определённую получил. Ну, на самом деле, если мы посмотрим сейчас дальше, то все так или иначе касающиеся, так сказать, основных вех в диагностике все изобретения, они так или иначе отмечались в том числе и Нобелевской премии. Первая из них — это Нобелевская премия по физике 1901 года, которая была присуждена Вильгельмом Рентгену. Это вот одна из самых известных рентгенограмм, одна из первых рентгенограмм, Собственно, с этого и началось. То есть буквально недавно, по меркам историческим, вообще вчера, появилась возможность рассматривать что-то внутри организма, не вскрывая его, то есть не изучая посмертно или, скажем, во время хирургических операций и так далее. В том числе появилась возможность диагностировать, например, переломы и так далее. То есть весь тот рентген, который сегодня используется, начался вот с этого изобретения. Как видите, это Нобелевская премия, соответственно. Следующая Нобелевская премия буквально через два года — это изобретение принципа электрокардиографии. Струнный гальвонометр, который собрал Вильям Эндховен, он был прародителем всех современных ЭКГ-аппаратов. И одним из первых клинических, ну, пожалуй, первый, наверное, клинический электрофизиологический аппарат. И вот вся электрофизиологическая диагностика, в принципе, потом выросла из этого. Опять же Нобелевская премия по медицине. Тридцатые годы, опять премия по физике. Значит, я прошу обратить внимание вот как раз на это открытие, на это изобретение, потому что оно будет очень важно в дальнейшем. В дальнейшей нашей лекции я как раз буду рассказывать в том числе и о этом методе. Это так называемая фазово-контрастная микроскопия, то есть возможность при жизни рассматривать различные живые клетки. Вот как у нас, например, смотрится кровь. То есть мы берем какую-то пробу крови, обрабатываем ее, фиксируем. То есть это на самом деле убитые клетки. А здесь, как видите, аж в 30-х годах, то есть почти 100 лет назад, появилась возможность впервые рассматривать клетки, не убивая их. В том числе и клетки крови. Следующее. Нобелевка. Это изобретение электрофореза. Нобелевка по химии. 48-й год. По большому счету вся современная молекулярная биология выросла как раз в том числе и из этого изобретения. То есть все современные методы выделения и фракционирования, скажем так, белков, антител и так далее, все вот эти вот вещества, которые, вернее, открытия последних лет, они в том числе связаны и с электрофорезом. Понятно, что сейчас он усовершенствован многократно, используются цифровые технологии, но принцип остался тот же. Следующее. Это усовершенствование рентгеновского метода компьютерной рентгеновской томографии. В принципе, как видите, это было тоже сравнительно недавно, то есть совсем-совсем недавно. И этот метод очень долгое время оставался, пожалуй, самым совершенным. То есть он позволял делать то, что раньше вообще невозможно было делать. То есть делать многочисленные срезы и затем на основе этих данных составлять модель. И смотреть, ну как бы, смотреть трехмерную модель той или иной части тела, определять объемные процессы, в частности, онкология на вот этом приборе очень сильно сделала очень большие шаги, очень интенсивно развелась. Еще одна очень важная веха в лабораторной диагностике – изобретение полимеральной цепной реакции. Очень долго она оставалась чисто лабораторным методом, то есть она была закрыта в стенах институтов, университетов и так далее. Но со временем, когда она усовершенствовалась, стала более чувствительной, аппаратура стала стоить меньше, она вышла в клиническую практику и на самом деле совершила там небольшую революцию, особенно то, что касается диагностики инфекций. ПЦР в современной диагностике инфекции для многих инфекций является золотым стандартом, и без нее он не обходится ни одна клиническая лаборатория современная. Аж пять Нобелевских премий по магнитно-резонансной томографии, начиная от, собственно, принципа изобретения и заканчивая совсем свежей Нобелевкой за магнитно-резонансную томографию 2003 года. Также, скажем так, вершина, скорее всего, на современный момент вершина визуализации медицинской. Возможность огромная на самом деле, то есть можно видеть практически все. Не все, конечно, но многое. Одна из ее разновидностей – это функциональная магнитно-резонансная томография, которая позволяет делать, ну, вещь, скажем так, невиданную до этого, то есть наблюдать активность клеток головного мозга, центров головного мозга, фактически в режиме онлайн. Именно при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии были сделаны очень многие открытия последних лет, связанные именно с работой мозга, то есть какие участки за что отвечают, как организовано у нас восприятие боли, цвета, запаха и так далее и тому подобное. То есть таких уточнений нейрофизиологии, пожалуй, не было, наверное, никогда. То, что происходит в последние лет 5-10, наверное, вот эти все исследования. Если посмотреть научные новости, там практически через одну новость будет ФМРТ-ФМРТ, то есть функциональная магнитно-резонансная томография. Один из основных критериев диагностики, любого диагностического метода, то, что его сколь угодно сложный метод можно объяснить достаточно простыми словами. Ну, конечно, не так, чтобы понял, скажем, там, пятилетний мальчик, но уровня школы должно хватить. Вот давайте попробуем, например, с электрофорезом. В принципе, белки, которые есть у нас в крови, они обладают различной массой. То есть есть потяжелее, есть полегче. Белки имеют заряд электрический. Естественно, если мы поместим их в поле переменного тока, они начнут двигаться. Плюс к минусу и так далее, то есть или там плюс куда положено. Значит, они будут двигаться в электрическом поле. Чем больше белок, тем медленнее он движется. Соответственно, он сможет пройти какое-то короткое расстояние. Легкий белок пробежит большее расстояние. И они будут собираться в виде полосок на той самой среде, к которой мы приложили электрический ток. И, соответственно, ближе к исходнику, скажем так, будут более тяжелые белки. Дальше будут все более и более легкие. Таким образом, мы можем выделять эти белки, фракционировать их, так это называется, определять какие-то их характеристики и так далее. Собственно, вот примерно в таком же духе можно объяснить, например, и магнитно-резонансную томографию, хотя это будет, конечно, сложнее. Там придется вводить некоторые понятия, в которых, например, и я не очень интересен, поскольку я не физик. Но, по крайней мере, там понятно, что в организме находятся атомы водорода, и что если снаружи к нему прикладывать определенное магнитное поле, то они будут выстраиваться в зависимости от того, в каких тканях они находятся. И вот этот характер изменения так называемого магнитного момента, он может быть зафиксирован при помощи специальных приборов. Если есть в зале физики, я, так сказать, изложил очень слишком вольно, прошу меня простить, но я думаю, что в общем и целом это правильное изложение этого метода. Любой диагностический метод можно таким образом объяснить. ПЦР, рентген и так далее, и тому подобное. То есть все существующие на сегодня методы диагностики, сколько бы слаженений ни были, их можно объяснить любому пациенту. Псевдодиагностика таким свойством не обладает. В частности, в основном она имитирует диагностику, которая существует в настоящее время. То есть это могут быть либо какие-то приборы, похожие, скажем так, на медицинские, подключаемые к компьютеру. Это могут быть программы, которые изображают на экране срезы человеческого тела или изображения органов. Это может быть даже картина крови на самом деле, но все это имеет ряд очень интересных общих признаков. Один из первых и основных – то, что любая псевдодиагностика базируется на очень сложно объясняемом принципе. По большому счету, некоторые из них, даже многие, скажем так, используют понятия и термины, которые современной наукой, мягко говоря, не признаются, а строго говоря, они не доказываются, их существование. Один из самых, пожалуй, ярких примеров на эту тему – это принцип работы биорезонансной диагностики, так называемой. Я вообще не очень люблю читать, но это я запомнить не могу, несмотря на то, что я это читал уже неоднократно. Итак, значит, внимание. Объясняется принцип. Аппарат, на базе которого реализована диагностическая система, функционирует на основе принципа усиления инициирующего сигнала при распаде метастабильных систем. С физической точки зрения аппарат представляет из себя систему электронных осцилляторов, резонирующих на длине волны электромагнитного излучения, энергия которого – адекватная энергия и разрушение доминирующих связей, поддерживающих структурную организацию и исследование организма. Это еще не все. Магнитные моменты молекулярных токов под действием внешних физических полей теряют свою первоначальную ориентацию, за счет чего разупорядовывающиеся спиновые структуры делокализованных электронов переместных центров нервных клеток коры головного мозга, что служит причиной возникновения в них неустойчивых метастабильных состояний, распад которых играет роль усилитель инициирующего сигнала. Кто-нибудь хотя бы уловил мысль вот до конца? Можешь кто-нибудь объяснить, что это такое, хотя бы вот в первом приближении? Я пробовал это давать почитать физикам, они после этого крутили виска, говорили, ну как, что это? Это просто набор терминов. То есть по большому счету, это вот, знаете, раньше было такое очень популярное программки, генератор стихов. Это когда брался массив из строчек и потом в произвольном порядке собирался или Яндекс, по-моему, запускал генератор рефераторов. Вот примерно в таком же духе. Такое впечатление, что именно при помощи этой программы и создана. То есть упрощенно, это даже упрощенно невозможно объяснить, то есть я работал на этой системе, вот которая здесь изображена. Тот, кто занимался вот этой диагностикой, тот, кто организовывал это все, они тоже это не могли объяснить, говорили как, что этим занимаются люди, которые гораздо умнее вас. Поэтому вам не нужно пытаться в это вникнуть, вам надо верить. Достаточно. То есть есть люди, которые в этом разбираются, они вот это создали, это ваше дело заниматься диагностикой, собирать, так сказать, а нам не все остальное. Я решил попробовать создать нечто подобное. Ну вот просто так, так сказать, экспромтом, правда, это домашняя заготовка, я сразу скажу, но примерно в том же духе. Значит, я объявляю о создании торсионной биологической арифметики. И сейчас я вам покажу, что 2 плюс 2 равно 5. Значит, понятно, что, так сказать, вот эти все цифры, это же арабские цифры, они когда у нас пришли? В 14 веке, если я не ошибаюсь. То есть это достаточно, ну, новое, оно не прошло проверку веками. На самом деле, то есть это знание такое, неподтвержденное, совершенно неинтересное. Давайте запишем римскими цифрами. Им уже, я боюсь произнести, сколько лет, они прошли проверку веками. И понимаете, как они, то есть это визуализация. Вот, то есть 2, 2 пальца, правильно? Вот, у нас есть 2 пальца. То есть мы записываем 2 плюс 2. Теперь подумаем, мы же ведь живем в трехмерном мире, правильно? Почему мы будем себя ограничивать только одной плоскостью? Нужно смотреть на мир шире, нужно смотреть на мир так, как он есть, как он есть на самом деле. То есть вот у нас 2 пальца, да? Вот если мы их, посмотрим на их профиль, что будет? 1. Соответственно, это же можно записать выражение вот так. То есть истинная сущность двойки — это единица. Соответственно, мы уравнение записываем таким образом. Далее мы знаем, что все в природе стремится к слиянию. Это элементарно подтверждается, например, таким экспериментом. Разливаем ртуть. Она обязательно будет собираться в одну лужицу. Она не будет отдельными каплей. Потом капли, например, жира в борще, если борщ качественный. Они тоже будут собираться в единую, так сказать, лужицу. Они не будут растекаться. То есть все стремится к единению. Опять же, природа, вот наша мать, то есть все будет стремиться к женскому началу. Соответственно, если единицы, вот эти вот истинные сущности двоек, они будут друг к другу притягиваться и изображать из себя символ женского начала, то мы получим вот такое изображение. Это две соединившихся единицы. С одной стороны. С другой стороны это целостность. Вот она, пятерка. Целостность, рука. Это слияние сущностей двоек. Соответственно, мы получаем, что 2 плюс 2 на самом деле. Извиняюсь. Технические неполадки. Вот. То есть 2 плюс 2 равно 5. Это еще не все. Причем тот пятый элемент, спросите вы. При том, что режиссер Люк Бессон является высшим магистром ордена тайного знания. И в своем фильме он зашифровал вот это самое послание. Если кто-то помнит, сколько там было камней? Четыре. Когда они соединили между собой свои сущности, в результате появилась пятая сущность. В результате мы что имеем? Руберо что показывает? Пятерку. Это опять же скрытый, так сказать, символ, который вставляет во все свои произведения высший магистр. Ну ему можно, он высший, ему можно. Вот. И это еще не все. Если мы возьмем двойку, которая является у нас арабской цифрой, и совершим с ней два действия, то есть перевернем и отразим, мы получим пятерку. Мы сделали с двойкой два действия и получили плюс одну сущность. Два плюс два, четыре плюс одна сущность, пять. Ну я назвал это генетической память цифры. Ну пусть так, например, называется. На основе этого я создаю Международную академию торсионно-биологической арифметики новаторов, сокращенно МОТАН. Можно регистрировать, так сказать, торговую марку, можно распространять свои знания, можно, например, рассылать по СМС специальные коды для мобильного телефона, которые будут перепрограммировать, например, ваш геном, если у вас есть предосположенность к гипоэнцефалокронии. Например, да? Но неважно, что этот термин я тоже придумал, и что в приблизительном переводе он означает недостаток головного мозга в черепе. Но это же мелочь. Главное, что все это звучит. Понимаете? То есть на этом же принципе на самом деле основывается вся псевдодиагностика. То есть сейчас я создал базу, на которой можно развивать очередное псевдодиагностическое направление. Что еще? Какие еще признаки могут быть у псевдодиагностики? Решающим фактором является человеческий. В обычной диагностике от этого стараются уходить, потому что человек совершает, к сожалению, слишком много ошибок. Современные лабораторные автоматы, например, они вообще работают без участия. То есть дело лаборанта только загрузить реактивы, кровь, соответственно, еще образом подготовленную, закрыть крышку и уйти. Все остальное сделает аппарат, и точность возросла в десятки, если не в сотни раз. Здесь главным, единственным, так сказать, решающим интерпретатором результатов диагностики будет обязательно оператор. Неважно, сидит ли он за компьютером, перед прибором, в котором мигают лампочки, либо он, так сказать, водит руками, пытаясь ощутить вашу ауру, и там натыкаясь на оттопыренные чакры. Это неважно. То есть главное, что конечный интерпретатор – это человек. Следующее – это то, что маленький приборчик может сделать все, вообще все. То есть вы видели огромный, например, магниторезонансный томограф. Он весит совершенно дикое количество килограмм, занимает огромное пространство, потребляет немалое количество энергии, но даже он не может все. То есть, например, он не может найти инфекцию. Для этого есть полимеразная цепная реакция, например. А при помощи полимеразной цепной реакции мы не сможем диагностировать грыжу межпозвонкового диска, например. То есть у каждой методики есть свои ограничения и нет ни одной, на сегодняшний день 100% универсальной. Любая псевдодиагностика, даже если она заключается в миниатюрном приборчике, она объявляет себя полностью, так сказать, способной определить абсолютно все, во-первых, существующие заболевания, а во-вторых, еще не существующие, то есть те, которые только собираются развиваться. Это один из главных признаков. То есть они как бы отлавливают состояние предболезни. Следующее – это невозможность подтверждения либо уточнения результатов псевдодиагностики при помощи современных методов. Нормальной диагностики, реально существующей. На самом деле вот эти все диагностики, которые между собой существуют, они друг друга либо подтверждают, либо уточняют. Скажем, в тех же лабораторных анализах прекрасно сосуществует иммуноферментный анализ, ПЦР и так далее, еще несколько десятков методик, которые друг друга могут подтверждать, могут уточнять и так далее. То есть у них есть взаимодополняемость, взаимозаменяемость и так далее. Они в некоторых местах пересекаются. Любая псевдодиагностическая методика не пересекается в принципе ни с одной из существующих диагностических. При этом обязательно объявляется, что эффективность ее гораздо выше. Например, приходилось читать такую табличку, где сравнивалась биорезонансная диагностика в онкологии. И для МРТ было указано, что они определяют только 23% диагнозов. Честно говоря, я не очень понимаю, за что вообще в принципе давали Нобелевскую премию. А если та же биорезонансная диагностика дает 98% или 95% там было у организаторов, указано по крайней мере на сайте. Сегодня таблички нет, я хотел бы ее показать. К сожалению, она исчезла по неизвестным причинам. Еще один из важных признаков псевдодиагностики то, что очень много подделок, по крайней мере, как говорят сами ее изобретатели. Например, мне сложно представить, что кто-то решился подделывать электрокардиограф. Потому что то, что он выдает, вот эта лента, так сказать, все эти зубцы и все остальное, это же они должны присутствовать. Они либо есть, либо их нет. Другого, в принципе, быть не может. И всегда, почему людей просят хранить старые кардиограммы, что всегда можно сравнить между собой старые записи и новые записи. Они будут бить, то есть это будет видно, что это, так сказать, либо какой-то процесс в динамике, либо это один и тот же человек, и так далее, и тому подобное. У псевдодиагностики такого нет. Мало того, я специально почитал один из сайтов производителей биорезонансных приборов. И очень интересно, с 1998 года они сняли с производства шесть штук, шесть аппаратов, шесть моделей. Значит, когда этот аппарат только появлялся, он объявлялся, что он новейший, так сказать, он может делать все, у него огромные возможности и так далее. Как только появляется следующий, и появляется запись следующего характера на сайте, что, к сожалению, ошибка диагностики на предыдущем аппарате достигала 20%, мы были вынуждены его снять с производства и так далее. Спрашивается, зачем он был тогда нужен, если его не проверяли, ну хотя бы, то есть если его не проверяли, не выясняли чувствительность и специфичность и так далее. Но это, конечно, вопросы скорее реперторические. Значит, следующий – это отсутствие диагноза здорового. То есть здоровым оттуда никто не уходит. Понятно, что если сейчас вот среди нас, так сказать, провести полное обследование, я сомневаюсь, что найдутся люди, которые будут абсолютно здоровы. То есть обязательно что-нибудь можно будет найти, хоть кариес, но найдется. То есть на 100% здоровых людей не бывает. Но некоторые состояния не требуют никакой медикаментозной, врачебной коррекции. То есть достаточно вести нормальный образ жизни, продолжать, значит, либо, предположим, отказаться, ну в лучшем случае от каких-то вредных привычек, хотя это сложно, конечно. Но никакой серьезной корректуры многие состояния не требуют. В отличие от псевдодиагностики, когда требуется хотя бы профилактика, то есть нужно обязательно что-то делать. Не бывает такого, что вот вас проверили на таком аппарате, сказали, все замечательно у вас, идите, вам не нужно больше сюда не приходить, не нужно никакие препараты пить, не нужно вообще ничего делать, то есть все замечательно, вы свободны. Такого не бывает. Значит, ну и сами диагнозы, естественно, будут звучать, мягко говоря, необычно и непривычно. Значит, с одной стороны, это таким образом они дистанцируются от медицины, показывая, что таким образом, так сказать, они на более высоком структурном уровне все это исследуют. То есть, например, там синдром закисления. Понятно, что в медицине, скажем, есть такое понятие, как ацидоз. У него есть вполне четкие критерии, а вот синдром закисления – это нечто не очень понятное. Таких синдромов, или там ферментопатия, например. Ну, нет, ну понятно, что это, то есть это диагноз, скажем так, верхнего уровня. То есть, это что-то случилось с ферментом, если перевести с древнего вымершего языка, которым до сих пор пользуются медики. То есть, диагнозы формулируются именно вот таким образом. То есть, нет привычных там гастритов, гайморитов и так далее, и тому подобное. Такого нет. И, как я уже говорил, живым оттуда, в смысле здоровым, оттуда никто не уходит. Обычно назначается лечение из курса биологически активных добавок. Пседодиагностика и БАДы – это братья-близнецы, они друг без друга никуда не ходят. На самом деле, кто для них, вернее, кто для кого был придуман, сложно сказать, но, скорее всего, первичные были все-таки биологически активные добавки, а псевдодиагностические методики нанизались на них потом. Чем удобна псевдодиагностика? Что она может определять болезни, которой нет. Чем удобны БАДы? Они могут лечить болезни, которой нет. Причем и в том, и в другом случае результат будет потрясающий. Ну, у вас же на самом деле ничего нет. Это во-первых. А во-вторых, существует такое понятие, как психосоматика, эффект плацебо и так далее. И некоторая существенная, скажем так, часть даже реально существующих заболеваний прекрасно откликаются на психотерапию. То есть, как говорят, что когда хороший доктор вошел в палату, больному уже должно было полегчать. Это действительно так. Такое есть. То есть от психологического настроя, от психологии, от того, как врач даже говорит с пациентом, зависит очень многое. Соответственно, именно этим эффектом и безостенчиво пользуются граждане которые используют биорезонансную диагностику, гемосканирование и так далее. Все вот эти вещи. И назначают биорезонансные добавки. Кроме того, это может быть, например, вода различным образом структурированная, кластеризованная или с повышенным окислительным потенциалом. Какое только нет. На самом деле, я за последнее время столько о воде узнал нового, что я даже не знаю, как теперь с этим знанием жить. Потому что вот стоит вода, черт-то знает, что она замышляет на самом деле. И что еще? Это обязательно. В обязательном порядке всегда назначаются повторные исследования. Причем их бывает очень много. То есть, если, например, в стандартной диагностике, ну, например, сделали контрольное, потом через некоторое время проверили эффективность лечения, и потом по завершении курса. Все, вы больше не интересуете стандартную, так сказать, медицину, так как с вами, так сказать, разобрались, с вашими вторженцами разобрались, их изгнали из организма. Это подтверждено лабораторными анализами. Все, вы, так сказать, можете свободно жить. Здесь не получится. Здесь человек вцепляется мертвой хваткой, он попадает в некую базу для обработки, и теперь всю жизнь фактически он будет вынужден пить эти биодобавки, потому что у него постоянно что-то будет находить. То есть, будут приходить, скажем, вот он один раз пришел, у него что-то нашли, он пропил курс добавок, сказали, о, замечательно, у вас это прошло, а зато вот это теперь появилось. Надо пропить следующий курс. Нужно пропить очистительную программу, профилактическую программу. Нужно повысить ваш тонус. Ну, вот посмотрите, человек говорит, у меня все хорошо, у меня ничего эмулить, мне не надо. Если вам хорошо, это еще не значит, что у вас все хорошо, на самом деле. У вас там зреет целая куча всяких заговоров внутри организма, и они, так сказать, прорвутся в самых страшных формах, если вы не выпьете вот эти вот препараты. Я долго думал, на каком из методов остановиться, потому что в пределах одной лекции я вряд ли обо всех расскажу. Пожалуй, я становлюсь на самом близком к медицине, на самом удачном имикрирующем под нее, на самом тяжелом в смысле опровержения и на самом, наверное, эффективном способе на сегодняшний день привлечения людей как к многоуровневому маркетингу, так и собственным биологическим добавкам. это гемосканирование, она же диагностика поживой капли крови, она же биоцетоника, она же сканирование на крови на темнопольном микроскопе. На самом деле названий еще может быть достаточно много, но принцип всегда один. То есть наличитует микроскоп, наличитует монитор, на котором показывается кровь, и наличитует человек, который интерпретирует то, что он видит на экране монитора. Самое интересное, почему эта диагностика такая, ну, с ней тяжело очень разобраться, почему тяжело понять, что это псевдодиагностика. Используется реально существующая биологическая жидкость организма, то есть наша кровь. В отличие, скажем, от того же биорезонанса, который использует непонятно что, здесь все конкретно. То есть вот у вас взяли кровь, ее поместили на предметное стекло, накрыли покрованным, положили под микроскоп, то есть все как положено, все так, как делается в реальной диагностике лабораторной. То есть вы не можете отличить, по крайней мере, по первому этому пункту, когда у вас забирают кровь, что это, настоящая диагностика или псевдо. Следующий пункт используется абсолютно реальная, медицинское, лицензированное оборудование. Это тот самый фазовый контрастный микроскоп, но так как он подороже, используется темнопольный. По крайней мере, в России и у украинских товарищей именно эти модели пользуются огромной популярностью. Темнопольный микроскоп. Следующий используется реально существующие понятия из гематологии. То есть действительно ретроциты, лимфоциты, лейкоциты, холестерин и так далее. То есть человек слышит весь спектр, который он обычно слышит от обычного врача. И последнее это действительно реальная возможность легализации данного метода. То есть на самом деле лабораторная диагностика существует, темнопольные микроскопы существуют, это все медицинское оборудование и ни одна проверка, ни одна лицензионная комиссия не откажет, если будет врач соответствующий специализации по лабораторной диагностике, если будут соблюдены все требования к забору крови, например, и так далее. Абсолютно реально получить медицинскую лицензию на данный вид деятельности. Если не называть ее, конечно, гемосканированием и так далее, достаточно назвать, например, лабораторную диагностику в антимонопольном микроскопе, все. То есть все составляющие этой диагностики получаются абсолютно легальными. Тем не менее, вот, собственно, вот эта диагностика сама по себе, то есть гемосканирование, она, естественно, не разрешена роздрафнадзором. Ей потом будет понятно, почему. Ну, это очень кратко для тех, кому интересно, например, как устроен антимонопольный и фазово-контрастный микроскоп, сначала этот темнопольный, принцип формирования изображения в нем немножко отличается от привычного нам светопольного. То есть здесь мы используем непрямой свет, то есть он проходит через объект и мы его видим, отраженный. В фазово-контрастном микроскопе там немножечко система посложнее, но, в принципе, тоже, то есть за счет интерференции увеличивается разрешающая способность и четкость и так далее. И главное, что и первая, и вторая диагностика, вернее, и первая, вторая методика оба микроскопа позволяют видеть живые объекты. Их не надо специально окрашивать. То есть в проходящем свете они вполне хорошо видны, вполне хорошо различимы. И что интересно, что видны даже некоторые детали, которые на светопольном микроскопе не видны в принципе. То есть это, опять же, реально существующая и очень полезная вещь на самом деле, если она используется в мирных целях, в научных, в исследовательских. Ну и современные цифровые микроскопы некоторые, ну это, насколько я знаю, исследовательские модели, именно такие лабораторные, они могут сочетать в себе как первые, так и вторые. То есть там такие, как конструктор лего, знаете, сборные аппараты. Значит, еще одна тонкость, опять же, используется абсолютно легальная процедура взятия крови капиллярной. В частности, вот используется так называемый диабетический ланцет, то есть это сменные насадки, это одноразовые насадки, это минимальный диаметр иглы, там, ну, получается, самая тонкая, насколько я помню, 0,3 миллиметра, самая толстая 0,8. То есть это действительно малоболезненная процедура, то есть опять же, здесь ничего такого сверх того, что делает официальная медицина, ничего шалатанского, альтернативного, ничего не видно, правильно? То есть пока что все абсолютно чисто, абсолютно легально. Вот так выглядит в темном поле кровь. То есть прекрасно видны эритроциты, ну, это основная масса, лейкоциты, макрофаги, там, и так далее. То есть все вот эти форменные элементы крови, они все прекрасно видны. Чем еще удобны вот эти микроскопы, что они позволяют смотреть достаточно толстую каплю. То есть если в стандартном мазке, когда мы фиксируем эритроциты, например, или эритроциты считаем, мы делаем тонкий мазок, то есть покровным стеклом мы проводим по предметному, размазывая как бы, и смотрим самый край, для того, чтобы, так сказать, они были видны все по отдельности форменные элементы. Здесь можно даже играя глубиной резкости смотреть вот эту каплю насквозь. Вещь на самом деле очень удобная, конечно, больше для, скорее всего, для научно-исследовательских целей, потому что в медицине, насколько я знаю, чистых методик, которые используют только темнопольный микроскоп, не существует. Хотя могу ошибаться, еще раз говорю, лабораторная диагностика развивается очень быстро, очень такими быстрыми темпами. Ну, по большому счету, вот на этом, на этой картинке заканчивается собственно медицина, а дальше начинается что-то очень интересное. Вот, я сейчас попробую, если звук пойдет. Вот. неспокойно. По заключению Амирона, по заключению темнопольного микроскопа работаете. Если у вас есть диск темнопольника, вы его просматриваете. И вы найдете там очень ограниченное количество вещей. Очень ограниченное. Вы найдете там всего 12, не знаю почему, 12 признаков, которые вы будете шифровать. Может быть, кто-то придумает 13 и 14, если я соглашусь, мы это запишем. Я нашла 12 признаков. Причем эти признаки идут не на врачебном уровне, они идут на доврачебном уровне. Вот это очень важно. И эти признаки вы полное право имеете интерпретировать сами. Потому что в Америке используется темнопольная микроскопия врачами семейными, то есть это врачи профилактической медицины, медсестрами, условно говоря, уровень фельдшера, да, и просто нутрициологами. Все, кто прошел академию, у них диплом нутрициолога уже есть. Законно мы как бы не умеем право ставить диагностику как диагностику, но проверить действие препарата мы можем. Есть прецеденты в двух городах. Это в городе Иркутске Сосевич Галина Александровна, потрясающая женщина, салит, залицензировал темнопольный микроскоп. И это в городе Кирове. То есть тоже взяли, скажем так, лицензию, на запор крови, организовали центр здоровья, и все абсолютно легально. Когда спросили, что за обычный микроскоп, ничего особенного. Ну и написали обычный микроскоп и все, никаких проблем. Поэтому прецеденты есть. И если вы хотите ливеризовать эту деятельность, имеете полное право кафельные стены, специализация врача по лабораторному делу или медсестры неважно, лицензируете и санстанция. Вот больше ничего не нужно. Значит, темнопольная диагностика в стране не залицензирована как лечебная процедура. Но никто не может запретить смотреть, например, хлеб. Вот я вам сегодня покажу, как выглядит лаваш. Я вам сегодня покажу, как выглядит рожевой хлеб. Чтобы вы поняли, что вы имеете право, да? Вы имеете право смотреть любую жидкость. И в принципе на забор крови нужно только разрешение на сам угол пальца. То есть если у вас медсестра лицензированная и забор крови как бы разрешен, то вы можете выполнять любую деятельность. Я бы вам советовала называть это диагностикой. Я бы советовала называть это тестированием. И тогда вам все станет понятно. Итак, самое грустное из вот этого всего, что это все чистая правда. То есть все, что она сказала, все это абсолютно верно. То есть можно лицензировать, можно смотреть что угодно. Разрешение действительно нужно только на сам факт взятия крови. Ну, вот теперь начинается самое интересное. Значит, чудеса в картинках. Вот те самые, их 11 пунктов. Она, правда, назвала, сказала, что 12. Ее потом на семинаре спросили, а где 12? Она сказала, не мешайте. Вот. Ну, это не важно. На самом деле, точнее, совсем не важно. Потому что вот эта интерпретация, она идет по принципу Акына. То есть арба вижу, арба пою. То, что человек видит на экране, он начинает по-своему интерпретировать, рассказывая пациенту, что там у него есть. Никаких естественных доказательств этому не предоставляется. То есть просто объявляется, что вот это, например, это, например, спикулы фибриногена. Да? Ну, нет, ну, звучит же нормально. Да? Есть спикулы, есть фибриноген. Мы знаем, что есть такой белок в крови. Ну, действительно, ну, почему бы нет? Синтезируется в печени. Все правильно, да? То есть если появились его спикулы, это означает, что что-то плохо с печенью. Ну, то есть вроде все нормально, да? Никаких таких, на первый взгляд. А если начнем разбираться, то фибриноген растворимый белок. Его не может быть видно, потому что он растворен в крови. И активируется он целым рядом предшествующих факторов свертывания крови. То есть это как раз те спикулы, фибриноген, фибрина, то есть фибриноген превращается в фибрин, нерастворимую форму, выпадает. И сначала это мономер, потом он вот в такой вот полимер собирается. В нем застревают ромбоциты, в нем застревают ретроциты, и у нас формируется сгусток. То есть таким образом у нас свертывается кровь. Что это означает? Что люди, которые вот эту практику, этой практикой занимаются, они находят какую-то патологию в нормальном процессе свертывания крови. 20 минут, которые они смотрят, это достаточно для свертывания любой крови. Даже если у человека гемофилия, предположим, только если очень-очень-очень запущенная, на самом деле вы можете вспомнить, сколько проблем было, когда у вас в недавние времена боли кровь, и говорили, придите, пересдайте, она свернулась. Удержать цельную кровь очень тяжело, практически нереально. Поэтому даже донорская кровь консервируется, она обрабатывается. Либо криоконсервация, предположим, если это R-масса, либо добавление специальных ингредиентов, которые поддерживают ее в жидком состоянии. здесь же, видите, то есть упор делается на то, что это все натуральное и живое, а о том, что это естественный процесс свертывания крови, то есть кровь подсыхает, в ней выпадают вот эти нити фибрина, в которых начинают запутываться форменные элементы, форменные элементы начинают склеиваться и так далее, то есть идет нормальный процесс, нормальный, физиологический, тот, который есть у всех. Но, так сказать, обращая внимание на различные артефакты и по-своему их интерпретируя, те, кто пользуется гемосканированием или темнопольным микроскопом, они выходят как раз на те самые диагнозы, о которых мы говорили до того. То есть странные, синдромальные, различные и так далее, то есть высокие уровни и непонятные. Ну, вот если есть химики, они могут порадоваться и посмотреть, как на самом деле выглядит ортофосфорная кислота. То есть она не должна быть белой, она не должна быть кристаллами полугидрата, как на самом деле и вообще насколько, если я не ошибаюсь, она очень тяжело попадает, она очень тяжело кристаллизуется. А теперь представьте, какая нужна концентрация этой кислоты в крови, чтобы она начала кристаллизоваться. Но это чужой, наверное, не меньше, понимаете, на самом деле. В реальности, что это в реальности? В реальности это грязь на объективе. Если посмотреть, она находится в другой плоскости немножечко. То есть это та грязь, которая прилипла к объективу с другой стороны. Зато она прекрасно интерпретируется. Вот получается такая очень живописная клякса. И если человеку, кстати, это очень хорошо используют, так сказать, вот на этом же семинаре рассказывали о тех, кто, значит, увлекается газировкой различной. Вот кто пьет Coca-Cola, Pepsi-Cola, вот смотрите, вот это у вас в крови. Мочевая кислота. Ну, то, что кристаллы уратов действительно могут выпадать в крови, это факт. Это одни из немногих кристаллов, которые, игольчатые кристаллы, так называемые, они действительно могут быть в крови. А теперь внимательно посмотрите. Ничего не напоминает? Правильно. Это раздавленное предметное стекло. Когда вниз опускают объектив, очень легко, особенно на больших увеличениях, когда он очень близко к столику, очень легко надавить на стекло, и оно тогда лопнет. Наверняка многие, кто учился или в мединститутах, или на биофаках, они наверняка помнят такие ситуации, так сказать. К сожалению, это встречается достаточно редко, но чтобы превратить это в препарат, это надо додуматься, понимаете, это надо дать медаль Астапа Бендера тому, кто это придумал, на самом деле. То есть это гениально, это абсолютно гениально. То есть говорят, видите, как острые края у кристаллов, они разрезают ваши сосуды, они проникают в суставы, например, они мешают вам ходить. Это действительно такое утрированное описание подагры. Но чтобы за мочевую кислоту, за кристалловой мочевой кислоты выдавалось расколотое стекло, это, конечно, причем это не просто, это картинки из официального атласа, который раздается тем, кто работает с темнопольным микроскопом. О, знакомьтесь, мягкий сосудистый холестерин. Начинаются чудеса. Начнем с того, что, так сказать, ни мягкого, ни сосудистого холестерина не существует. Он еще зелененький, веселый такой. Вы, кстати, зря смеетесь. Вот на том же семинаре показывали фиолетовый холестерин, малиновый, оранжевый, и объясняли это темно. вот фиолетовый, это значит, человек перед этим поел черничный йогурт. Вот. А оранжевый это глутамат натрия. Привет химикам. Значит, и так далее. То есть, вот эта вот вся интерпретация, ну, что это? Вот так вот, если подумать, да? Да что угодно. На самом деле. Это может быть либо волокном, потому что сам процесс, как вы уже помните, да? То есть, обычно, вот эти люди, вот на семинарах и так далее, забор крови, как осуществляется, без перчаток, без маски, с непокрытой головой, без холестерин. Ну, то есть, может сыпаться что угодно, откуда угодно. Вот. Что это может быть? Это сказать сложно, но то, что это не холестерин, это точно. Об этом я скажу чуть попозже, потому что сейчас я вам покажу плотный холестериновый тяж. Видите, какой большой? Перекрывает все поле зрения. И на самом деле, видите, как на том же семинаре говорится, что если вот этот тяж попадет в коронарную артерию, наступит инфаркт. Вот. Первый вопрос, я не знаю, почему его никто не задает. Как вот эта вот здоровенная штука, длиной явно не меньше, чем 100 ретроцитов, вышла через прокол кожи в пальцы? Как она туда поместилась? Ну, по предварительному сговору, наверное, не иначе, потому что я не представляю, как она могла знать, что туда нужно попасть и выйти в это поле зрения. Это же ведь не венозная кровь, это капиллярная, напоминает, диаметр капилляра и один ретроцит, то есть там 6-7 микрометров всего. Там на самом деле гораздо меньше вообще всего, чем в венозной крови. Почему смотрят венозную кровь? Почему вся основная лабораторная диагностика построена в венозной крови? Потому что в капиллярной мало что туда вообще добирается. На самом деле. А это волос. Если посмотреть, это самый натуральный волос, потому что здесь даже видны чешуйки, видны вот эти вот отслоения, то есть это самый обычный волос, который упал на предметное стекло с головы того же исследователя или исследуемого. Радиоактивный холестерин. Это вообще, да, внутренний Чернобыль, который каждый день с тобой. А теперь, так сказать, вернемся к цифрам. Почему это не может быть холестерин? Во-первых, в чистом виде в крови холестерин не присутствует. Он переносится транспортными белками. Комплексы называются липопротеином. И чем плотнее этот комплекс, тем меньше его диаметр. Соответственно, самый маленький у нас где-то 8-11 нанометров. Самый большой – это хиломикроны до 1200 нанометров, то есть где-то 1,2 микрона. То есть разница на порядок. Увидеть это нереально. Ну, даже если мы это, предположим, увидим, вот как хиломикрон, как точку мы, например, можем увидеть, то явно это не будет вот те огромные скопления, потому что хиломикроны либо протеины высокой, низкой плотности и так далее – это глобулы. Это шарик такой, который защищает холестерин, который они перетаскивают внутри. Естественно, никакой агрегации между ними не может происходить. И в лучшем случае отложения идут вот эти вот атеросклеротические бляшки на поврежденных сосудах, на поврежденных стенках внутренних. Так, ну вот, переходим к самому интересному. Значит, вот эта фраза – это паразит внутри атеросита, это не малярия, антибиотики его не берут, а коллоидное серебро – да, если бы мы были сейчас в США, я вам бы этого сказать не мог, забрали бы лицензию. Это читал доктор, которому приписывается изобретение этого метода, хотя на самом деле это не так, Курт Грейнджер, значит, на лекции здесь в России. Это дословная цитата. Вот. Ну, понятно, что в США этого говорить нельзя, а в России можно, и на Украине можно рассказывать где угодно. То есть это нормально, здесь это съедят. Значит, вот смотрим, эритроцит, пораженный паразитом. Ну, теоретически, да, вот смотрите, то есть все эритроциты нормальные, да, вроде бы выглядят, а этот какой-то ненормальный. В нем вот какая-то запятая, ну, действительно может быть какой-то паразит. Давайте вспоминать, какие у нас внутриэритроцитарные паразиты существуют. Вспоминаются сходу два, это Бартанеллы слева и Плазмодия справа. Вот так на самом деле выглядит эта инфекция, ну, скажем, Бартанеллез слева. То есть вы видите, они меньше эритроцитов, ну, на порядок. То есть они микроскопические. То же самое и здесь. Вот это эритроцит, нашпигованный практически трофозаидной формой Плазмодия. То есть через некоторое время он разорвется, из него выйдет целая куча мелких и вредных Плазмодиев. То есть на самом деле действительно могут быть внутриэритроцитарные паразиты, но они выглядят тогда по-другому. А что там? Почему там такая запятая? А помните, я уже говорил о том, что это многослойные. Мы можем смотреть в объеме, как бы. Эритроцит представляет из себя, скажем так, пончик. То есть это не как таблетка, такое равномерное образование. У него в центр сжат. И там очень маленькое на самом деле вот это расстояние, поэтому при сильном свете, при сильном источнике света мы в центре видим пятно. Правильно? Вот оно, пятно. То есть это если он стоял в фаз, а если он стоит в профиль, или чуть-чуть повернут, или еще как-то вот так, мы, естественно, будем видеть вон ту картинку. Вон он. Но почему-то это не называется паразитом в данном случае, потому что это абсолютно нормальный эритроцит, просто он снят так. Он не в фаз, а в профиль стоит. Поэтому свет, когда проходит, он получается проходит не через центр, а вот так вот частично. И можете посмотреть, ведь эритроцит – это живая клетка. То есть когда он перетекает по капилляру, он меняет свою форму, вот как амеба. Ну почти как амеба, конечно. То есть он сжимается, вытягивается и так далее. Естественно, что если это снято в различные фазы движения, мы, соответственно, и получим разный просвет. Вот. Тоже очень интересный ход. Помните вот те самые спикулы фибриногена, которые на самом деле оказались нитями фибрина? Здесь они почему-то выдаются за скопление бактерий палочкообразного типа. Почему? Не знаю, честно. Вот. То есть где их здесь можно увидеть, сложно сказать. То есть это, опять же, нормальная свертывающаяся кровь. А это самое интересное, это шедевр. Жемчужина моей коллекции, скажем так. Неопознанный паразит при маленьком увеличении. Ну вот теперь скажите, кто его, если кто-нибудь у себя в крови такое увидит, ему покажет. Вы, по-моему, купите все, что угодно, лишь бы от него избавиться. Ну, опять же, опускаем вопрос, как он попал в кровь. Предположим, у него есть GPS-навигатор, он подошел к месту прокола и вышел. Ладно. Предположим, как-то туда выбрался. Но посмотрите, как вот эта вот штука вообще, в принципе, может существовать в организме. Он же застрянет в первом же капилляре. На самом деле. Даже не в капилляре, может быть, даже и в артериоле где-нибудь. То есть вообще сложно представить. Кроме того, это какое-то такое незаконченное на самом деле образование. Ну, посмотрите. Ладно, это органы движения. А где голова? Ну, ладно, хорошо, может, их четыре головы. Ну, неважно. В общем, очень загадочное. И на том же семинаре это является, что это неизвестный науке вид. Ну, может быть, да. То есть может быть действительно открыт, так сказать, новый вид, за который потом получат Нобелевскую премию. Но на самом деле, хотя премия обламывается. Правильно, это антенна комара. Это обломок антенны комара. Видите, она вполне себе хитиновая, вполне себе узлы видны. Один в один. В воздухе много чего летает, на самом деле. И если вот просто взять предметное стекло, положить на стол, через некоторое время поместить под микроскоп, там уже найдется очень много чего интересного. В том числе и шевелящегося. Если, например, туда капнут воды, то там можно целый зоопарк собрать. Ну, на самом деле, самое главное, конечно, в науке, как вы понимаете, на самом деле, не так важно, как это работает. Если это работает. Например, ничто не мешало пользоваться аспирином в течение 100 лет, пока не был открыт его механизм действия. У процетамола еще больше. В прошлом году была публикация, когда наконец-то разобрались, как он на самом деле действует. То есть, на молекулярном уровне. Это не мешало работать, потому что существуют методики, которые позволяют верифицировать, что называется, то есть подтвердить, существует такой эффект, не существует, работает такая диагностика, не работает. Немецкие товарищи сделали очень интересную вещь в 2006 году. Они взяли 48 образцов крови от 24 пациентов, больных с сахарным диабетом. То есть, по два от каждого. После этого взяли двух лаборантов, то есть, не просто так, а обученные люди, лаборанты, которые прошли специализацию по этой самой диагностике, противнополь. То есть, они в ней хорошо работают. И еще раз напоминаю, это лаборанты, то есть, люди, которые постоянно работают с кровью. И им давали эти образцы крови. И засекали, так сказать, как они смотрят, что они видят. То есть, был определенный перечень тестовых морфологических структур, которые нужно было найти, определить и так далее. Когда одному и тому же специалисту повторно давали второй образец крови, ну, понятно, что их давали в разброс. Специалисты не знали, какую у них кровь сейчас смотрят. Они получали два образца, когда одной крови. Получалось, что совпадение получалось всего 44%. То есть, больше, чем в половине случаев они ошибались, смотря повторно ту же кровь того же пациента через небольшой промежуток времени. А когда их стали давать друг другу между собой, то есть, один смотрит, и второй смотрит, и у них сравнивают по одному пациенту, совпадение уменьшилось до 35%. То есть, что данная методика в 70% случаев не срабатывает. Ну, это в итоге, как должна выглядеть кровь у идеального клиента этих, так сказать, клетка олень, знакомьтесь. Ну, и в самом конце я хотел бы привести очень, очень хорошее высказывание доктора Стивена Баррета, те, кто работает в интернете и пользуется англоязычной его частью, хорошо знают его проект, на котором он собирает все сведения об альтернативной медицине, ашерлатанчине, различной и так далее, с разбором, с очень подробным. В одно время он был даже вице-президентом национального совета против медицинского мошенничества. Вот, три раза, когда обманывают пациента на псевдодиагностике. Первый, когда у него находит болезнь, которой у него нет. Вторая, когда назначают дорогостоящие лечения. И третий раз, когда подделывают повторное исследование, оно всегда будет лучше. Всегда. То есть всегда будет положительная динамика. Для того, чтобы клиент зацепился, чтобы он пришел еще, чтобы ему это понравилось и так далее, и тому подобное. Еще в 80-х годах, когда эта методика начала набирать обороты в Штатах, маркетологи посчитали, что по ценам 80-х годов, если врач будет брать за диагностику 30 долларов и назначать биодобавок на 50 долларов, то только на первичных приемах за год он заработает 100 тысяч долларов. В общем, ответ понятен, так сказать, что здесь на самом деле все корни, все руки, ноги, уши, хвосты, в общем, все конечности абсолютно растут из денег, из того, чтобы заинтересовать пациента. Ну, это действительно ведь интересно. Визуализация на самом деле это слабое место всех медицинских диагностик. Вот, наверняка кому-то из вас делали УЗИ и вы потом пытались подглядеть туда в экран, что же там показывают. И вряд ли кто-то понял, что там такое с первого раза, потому что на самом деле проще обучить врача читать то, что возникает на этом экране, чем довести вот эту систему до визуализации, которая будет понятна абсолютно всем. Это действительно дорого, вот эти все системы обработки изображений, это действительно дорого. Поэтому завершающим, так сказать, принципом псевдодиагностики это будет как раз ярко выраженная визуализация. Если вы смотрите на экран и вам ничего не понятно, это хорошая диагностика. Если вы смотрите на экран и вам абсолютно все понятно, это, скорее всего, вас дурят. На этом все. Слушаем вопросы. Да, спасибо большое. Я начну чуть-чуть себя, совсем чуть-чуть, и дальше перейду к коллегам. Значит, а в каком смысле это вопрос веры? Я что-то... Вот этого тезиса в самом начале я совсем не понял. И в ситуации с эволюционизмом это не вопрос веры. И в том, что вы говорили, это тоже явно не вопрос веры. Вы работали с вполне четкими логическими конструкциями. Вы занимались обоснованием. Вы выявляли особенности методики. Вы сопоставляли методику с тем, что называется научной медициной. Где здесь, собственно, предмет для веры? Предмет для веры это именно приверженность принципам вот этой псевдодиагностики, которые объявлены. А, в смысле, если мы вместо того, чтобы следовать науке, начинаем во что-нибудь помимо... Начинаем заниматься проблемами не доказательства, но веры... Да. Да, в этом смысле понимаю. Окей. Была тут рука где-то? Да, вот, пожалуйста. Я просто несколько слов... Только в микрофон и представившись. Михайлов Игорь Васильевич, я хочу просто несколько слов в защиту слушателей. Лекция была озаглавлена как псевдодиагностика, да? И был такой краткий анонс этой лекции. Там был еще подзаголовок после двоеточия, если вы обратили внимание, не дайте себя обмануть. Да, 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 да. На самом деле здесь разговор шел только о двух таких методах мошенничества явного, но не слово о диагностике. Что такое диагностика? Это сбор различной информации и истолкование. Вот это диагностика. В результате диагноз. Диагноз в каких единицах? Это может быть какие-то нозологические диагностики сейчас существующие. она кстати примерно 60, не больше 60 процентов достоверна самыми современными методами. Есть другие какие-то способы и методы диагностики в других единицах. В единицах чего, простите, вы меряете откуда 60 процентов? Я понял вопрос. Допустим в гомеопатии не ставят диагноз и лечат. В китайской диагностике, в китайской медицине избыток ветра и недостаток жара, понимаете, это равносильно понимание. Это их диагноз. Я озвучил критерии диагностики, которые используются в данном диагностике. Даже в этих случаях две есть тонкости. Если говорить о биорезонансной диагностике, вы говорите биорезонансная диагностика, а демонстрируете прибор оберон, который не имеет никакого отношения к биорезонансной диагностике. Но тем не менее, они себя позиционируют как биорезонансная диагностика. Поэтому мы об этом и говорим. Значит, нужно уточнить, что это такое. Если биорезонансная диагностика, так это диагностика официально разрешенная Минздравом. Так как дополнительный нет. отдельный разговор? Это не отдельный. Нужно конкретизировать. стоп. Конкретно и по пунктам. Значит, первый пункт был по поводу биорезонансной диагностики. Окей, отвечайте. И так далее. Без каши предложения. Нет, здесь я понимаю, понятно, что все целиком мы не можем охватить. Мы берем те методики, которые заявляют себя биорезонансной. Понятно, что можно было бы сейчас рассматривать, например, аппараты фоля, запрещенные в Соединенных Штатах, например, в использовании, но которые маскируются под измерение кожного сопротивления. Можно говорить об оберонах, можно говорить о метатронах, о биолазах. Их огромное количество, но все они, в том числе, так сказать, теми изобретателями, которые им приписываются институт прикладной психофизики, они заявлены как биорезонансные приборы. Значит, в чем же дело? В псевдодиагностике. Нет. Дело есть в обмане, чистом обмане, что кто-то позиционируется, значит, нужно знать, как нас не обмануть. Ну, вот я об этом рассказал. Да, была дана некоторая инструкция. я говорю, как это признаки? Если человек идет, допустим, к биорезонансной специалисту по биорезонансной диагностике, так? Он что? он после этой лекции будет говорить, что это чушь? Да. Мне лектор сказал. На самом деле. Ну, лектор-то говорил совершенно про другого. Кто позиционируется, что такое биорезонансная диагностика, это большая разница. Давайте все-таки сойдемся на том, что не все, что разрешено Минздравом, является медицинскими технологиями. Вы говорите конкретно. Да. Я говорю конкретно. В том числе и биорезонанс. Вот метод Фоля, допустим, он разрешен. Где? В Минздраве. Да, в российском. В России. А в Соединенных Штатах, например, с какой формулировкой? Он не запрещен. Он в официальной медицине не применяется. И Россия единственная страна в мире, где Юра Готовский, который был членом технического совета, протолкнул. Ну, это значит, есть какие-то методы тут же. Вот, допустим, вы говорили про... давайте все-таки разберемся с этим. А теперь, конкретно второй. Нет, сначала первое. Объясните, пожалуйста, в чем суть вопроса? Еще раз объясняю, что наши реалии, к сожалению, таковы, что на уровне Минздрава не всегда разрешается то, что имеет под собой научную основу, то, что воспроизводится в научных экспериментах, то, что публикуется в научных, медицинских, международных рецензируемых журналах и так далее и тому подобное. И, скорее всего, это вопрос действительно веры. Это не вопрос аргументации. Нет, стоп, 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 стоп. Есть четкая аргументация, вы ее произнесли. Публикуется в международных научных журналах, реферируемых. Значит, отсюда. Ваше утверждение, на самом деле, видимо, надо понимать так, что, да, Минздрав не запретил, но, в общем, это антинаучно. И что? Нет, Минздрав разрешил. Это не означает, что это научно. Так. Это означает, что оно не вредно, как минимум. А мы не говорим, научно или не научно. Нет, я вот предлагаю говорить именно о научной медицине. Я говорю, медицина, это не наука. Это разговор уже для совершенно другой лекции. медицина, и это технологическая часть биологической науки, одна из технологических частей биологической науки. Ну, разные мнения. Второй пункт был у вас. Да. И следующий вопрос. Тоже, чтобы не путать. Существуют великолепные совершенно, не то, что разрешенные, да, они разрешенные Минздравом. Они имеют много международных патентов. Так. И в течение 20 последних лет разрабатываются в Мониках и Институте геронтологии это кристаллизации биологически активной жидкости. Тоже капли берется, ну, лучше мочи. Так. А в чем ваш тезис по этому поводу? Также капля крови, но это научный, доказанный метод, тоже в темном поле измеряется. Так. А вы высказали тезис, что есть вот такой научный доказанный метод. Да. Хотите ли вы, секундочку, хотите ли вы что-то на это ответить? Ну, конкретно этот метод я не изучал, но если будет такая возможность почитать литературу, на эту тему я с удовольствием почитаю и потом выскажусь, что я должен знать об этом. Стоп, стоп, стоп. А в связи с чем вы сегодня о нем вспомнили? То есть, какое отношение это имеет к теме псевдодиагностики? Так, чтобы не путать. Что с чем? Понимаете, есть метод по капле крови научный, и есть пример, на котором можно обмануться? Ну, естественно, я об этом и сказал, что стандартный вопрос. Вы говорите только о том, что можно обмануться. Ну, не говорите о том, что не нужно обмануться. Как-то вы, не так слышали. Понятно, нет, откажется, среди сегодняшних тезисов не было идеи, что не надо ходить к врачу, вам там поставят ложный диагноз. Обязательно не было. Диагностика бывает, я думаю, вы согласны, вполне научной. Конечно. Я об этом и сказал, что используется реальная жидкость, реальная методика и так далее. То есть вопрос только в интерпретации. Так, дальше. Так каким же образом, каким же образом я после этой лекции могу отличить научный и ненаучный, они похожие? А каким образом, я говорю, а каким образом обменить? Ну, действительно, мне придется повторить тогда все сначала. Вы никто не знал, до моих слов, что есть и научные методы этой диагностики. Я уверен, что научный метод не будет выдавать расколотое стекло за кристалл мочевой кислоты. Более чем уверен. Нет, что бывают научные методы диагностики, мы, несомненно, знаем с раннего детства. У нас много чего диагностируют, грипп и так далее. Ну, почему же? У меня такой вопрос несколько на будущее. Ну, собственно говоря, вот эти все многочисленные методики, которые расплодились, как дождевые черви после дождя выползли, соответственно, с развитием научной мысли, с тем, как много всяких открытий, уточнений, новых методов. Мы читаем об этом во всем в прессе все время. И вот, то есть, Нобелевка за магнитно-резонансную томографию, там сразу появился биорезонанс, чтение ауры, визуализация. Нет, чтение ауры до того появилось. Ну, я имею в виду именно чтение ауры такое, с картинками, с компьютером, чтобы вот красиво, зрелищно. Микроскоп неплохой, в общем, для школьника можно купить очень просто, и поэтому ничего неудивительного, что это все приспособили. Вот, собственно говоря, если посмотреть на то, что сейчас актуально в научном мире, в медицине, вот какие-то передовые технологии, можно ли спрогнозировать, попытаться, какие методы псевдодиагностики возникнут в ближайшее время? Ну, я, скорее всего, склонен думать, что это пойдет в генетику. Если учесть, что сейчас секвенирование генома стало до невозможности дешевым, скажем так, сравнительно, конечно, в сравнительных цифрах, и то, что вот буквально недавно была новость, что разрабатывается аппарат, который можно будет присоединять просто к компьютеру, размером вот с этот пульт, скажем, то я думаю, что вся основная псевдодиагностика ренится именно туда, потому что, как я уже говорил, что тут же предрасположенность гипоэнцефалокронии подтвердить невозможно, ну, и отрицать тоже невозможно. То есть это, на самом деле, огромное поле для злоупотребления. Мне кажется, что пойдет туда. А, сейчас еще один маленький момент, просто для уточнения. Вот вы сказали, что одним из базовых признаков, что рядом почти всегда БАДы и псевдодиагностика. Вот если говорить о чтении ауры и так далее, что было только что упомянуто, по-моему, это лечит все-таки без БАДов. Находятся другие, куда более традиционные методы. Я там перечислял, что это могут быть информационные лекарства, это могут, ну, то есть это может быть что угодно, не связанное. Заговоренная вода, все что угодно. Да, да, да. Меня зовут Лев Щенин, я представляю общество друзей Натальи Радуловой. Хотелось бы уточнить, вы сказали, вот прибор Аберон и методика по фолью, она запрещена в Америке и по недосмотру контролирующей структуры разрешена в России. У вас есть какие-то факты? Ну, это является ли это проверенным мнением? Что именно, что разрешено? Что конкретно? Что Аберон и методика по фолью это псевдодиагностика. Я вам могу прислать, если вам необходимо, это по почте, например, есть заключение и Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов, и регулирующих органов многих. Есть целый набор документов, которые запрещают называть именно так, то есть в такой формулировке. Тем не менее, это обходится очень хорошо. Этот аппарат, эту методику просто называют измерением кожного сопротивления, что на 100% правильно. То есть ее используют, ее не используют с таким названием. Ну и хорошо, и в конце для чайников, все-таки про ортофосфорную кислоту. Ортофосфорная кислота, это фосфорная кислота, или что это? Разбавлена 8 раз, или 8 раз? Нет, это разновидность фосфорной кислоты, действительно, с одним остатком. То есть вы сказали, что в Кока-Коле они прямо пишут, что содержание ортофосфорных, ну какая-то такая маленькая разрешенная часть. Да, ну все. Татьяна Евразова, я бы хотела задать такой вопрос. Вот есть ли у вас какие-то оценки, каковы обороты вот псевдодиагностики, ну, не знаю, в условиях страны или хотя бы одного города, потому что сейчас такие приборы можно встретить чуть ли не на каждом шагу. Нет, конкретно по диагностике я сказать не могу. По псевдодиагностике. Ну, я понял, потому что это нереально оценить, то есть единственное, что можно оценивать, это объем рынка биодобавок, который крутится, так сказать, рядом с ними. Но опять же, есть же и аптечные биодобавки, которые продаются напрямую. То есть точно оценить мы это не можем. Ну вот та оценка, которая была дана вот в 80-х годах, если необходимо, я могу перекинуть ссылку на это исследование. Там показывало, что один врач порядка 100 тысяч долларов в год. Ну, считайте, примерно. То есть деньги очень большие. Еще один вопрос. Вот, скажем, такого рода бизнес очень хорошо развивается вокруг павильона Лиг здоровья нации на ВВЦ, где рядом с нормальной диагностикой много очень палаток с такой псевдодиагностикой. И мне иногда складывается впечатление, что отдельные вот эти продавцы и операторы, они представляют некую структуру. Вот есть у вас какой-то ответ или наблюдение, кто этим конкретно занимается? Обычно они действительно структурированные. То есть это структура многоуровневого маркетинга. Кто у нас этим занимается? Просто люди, которые начинают организовывать, дорастают до каких-нибудь бриллиантовых директоров или платиновых мастеров или обладают какими-то другими такими громкими званиями, которые обычно пишутся со всех больших букв. То есть есть люди, которые просто организуют бизнес. Это для них бизнес. То есть, если опять же интересно, я могу поделиться с записями семинаров, в том числе, когда ведутся именно с точки зрения бизнеса. Вот взгляд, скажем, на гемосканирование, именно как на бизнес. Там рисуется определенный бизнес-план, бизнес-схема точнее, рассказывается, какие могут быть обороты, какие могут деньги приходить через каких врачей и так далее. Тут понимаете, в чем дело? Понятно, что они будут витать вокруг медицины, потому что им хочется, так сказать, выглядеть как медицина, но при этом как-то дистанцироваться от них, быть лучше, быть выше, быть натуральнее, чище и так далее. Но, как я вот уже вам показывал, бред я могу набросать буквально за пять минут. А для того, чтобы его разоблачить, специалисту придется потратить огромное количество сил, энергии, средств, и еще не все ему поверят. Слушайте, я вот пока вы рассказывали, думал, где же вы проводите границы. Сейчас поясню. Кажется, вот то, что вы сейчас сказали почти ответил, но просто не совсем. То, что пытается себя уподобить традиционной медицине, то вы называете псевдодиагностикой. Каких-то этих самых ведунов, ведьм, колдунов и так далее вы не относите к этой группе? Нет. Даже тогда, когда они не просто снимают порчу, но еще и снимают порчу, которая вызывает рак. Нет, нет, нет. Хорошо. Это совершенно другая область. Ну, понятно. А вот какие-то, господи, ну, соответственно, а по близости, наоборот, с другой стороны, там, где близко к медицине, недалеко, близко, где вы проводите жесткую границу? Ну, вот критерии я увидел, а насколько так называемая традиционная медицина включается вами, хотя нет, это тоже не близко, но не важно, насколько так называемая традиционная медицина включается вами в эту группу? Ну, здесь видите, как, опять же, зависит... Бабушка с травками, с корешками. Но это же не диагностика, она не пользуется ничем аппаратным. Она не пользуется аппаратом, но при этом она ставит диагноз, не просто выдает травку, она сначала определяет, от чего ее выдать. Ну, в данном случае я говорю о псевдодиагностических методиках, то есть инструментальных, лабораторных и так далее. То есть, то, что используют... А ситуация, когда есть какие-то элементы формализации. Да, понятно. Добрый день, меня зовут Ася Казанцева. Во-первых, спасибо за... Ася, ближе. Вот так. Да, во-первых, спасибо за самую смешную лекцию из всех, которые можно придумать. Главное, чтобы полезная была. Да, во-вторых, скажите, по вашим наблюдениям в этом бизнесе, насколько часто встречаются люди с медицинским образованием? И существуют ли какие-то внутренние инструкции по поводу того, что делать псевдодиагносту, если у него есть основания подозревать настоящую болезнь? И существует ли, может быть, в каких-нибудь странах, например, уголовная ответственность за то, что он должен был отправить человека к нормальному врачу, но не отправил? Насколько я знаю, уголовная ответственность применяется так же, как ко всем остальным врачам. То есть, если человек с медицинским образованием, Статьи уголовного права распространяются, которые распространяются на обычного врача, независимо от того, какими методами диагностики и лечения он пользуется. Если пациент погиб после назначенного ему лечения или, предположим, не был увиден какой-то явный признак, например, меланома, которая на явно на видном месте, и она была видна, и врач не направил к специалисту, естественно, должна наступать какая-то ответственность. И, насколько я знаю, она наступала, ну, по крайней мере, у доктора Баррата на его сайте, собрано несколько таких уголовных дел, в том числе в отношении двух активистов как раз гемосканирования. Значит, по поводу врачей, врачей очень много в этих структурах, к сожалению. Значит, по нескольким причинам. Во-первых, ну вот, скажем, по тому же гемосканированию. Очень тяжело в нем сориентироваться, если не иметь не просто медицинского образования, а специального образования. То есть, если вы никогда не работали с большим количеством мазков, никогда не видели кровь в различных, так сказать, ситуациях, при различных окрашиваниях, в том числе с использованием вот этих темнопольных микроскопов, фазово-контрастных, электронных и так далее, то вам будет сложно оценить, насколько все это соответствует действительности. Скажите, но если у вас нормальное образование, если у вас есть опыт, вот тот самый, о котором вы говорите, то сложно не оценить того, что вы нам рассказали. Это если он есть. Ну, понимаете, как, скажем, специализации по клинической лабораторной диагностике есть далеко не у всех. И с кровью работает тоже далеко не все. Многие видели кровь в последний раз в институте, а затем, когда к ним через 25 лет приходят с новыми методиками, вы понимаете, что это достаточно сложно восстановить, так сказать, удержать память и так далее. То есть, это искреннее невежество? Да. Это искреннее заблуждение, может быть искреннее невежество, недостаток профессионализма. Ну, можно называть это как угодно, но принцип один и тот же, что они искренне в это верят. Есть часть людей с медицинским образованием, которые идут в этот бизнес сознательно. То есть, они знают, что это. Они знают, что это приносит очень неплохой доход. И, как говорится, совесть у них в доле. И именно на этом основании они, так сказать, в этом бизнесе работают. Какое соотношение, я сказать не берусь. Предполагаю, что, скорее всего, половина на половину. Потому что я не думаю, что прям все медики настолько могут заблуждаться в элементарных вещах. А вот, например, с биорезонансом очень сложно. Если бы он не был привязан к биологически активным добавкам, например, я бы не понял так быстро. Мне пришлось потратить три месяца на то, чтобы понять, что это такое. И то только потому, что оно было зациклено на биодобавке. Потому что я понял, что это, так сказать, не лечение явно. И что-то тут не то. И начал разбираться, начал копать и так далее. А так, на самом деле, программа, которая прилагается к аппаратам биорезонансной диагностики, это экспертная система принятия решений. Это очень удобная вещь для врача на самом деле. То есть, если ее использовать без вот этого аппарата, то она помогает собрать подробнейший анамнез, который, как известно, 70% правильного диагноза. Хорошо собранный анамнез. Там есть поля, скажем, для ввода результатов анализов и так далее. И результат-то выдается в виде вероятностей. То есть, что вот с такой-то вероятностью у данного пациента может быть такое-то заболевание. То есть, по большому счету, если вот это не преподносить как сверх какую-то диагностику, которая обладает суперспособностями, и по результатам которой нужно лечиться биодобавками, на самом деле это получается достаточно полезная в хозяйстве вещь. Как использование темнопольного микроскопа, например. Ну, вообще, насколько я понимаю, экспертная система вполне используется в медицине. Автоматизированные рабочие места, например, и так далее, конечно. То есть, используются элементы реально работающих, реально существующих систем. Вопрос в интерпретации только. Ольга Демичева, врач-эндокринолог. Здравствуйте и спасибо еще раз за вашу очень нужную лекцию. И вот, слушая вас, у меня два вопроса сформировались, на которые я попытаюсь кратко, наверное, ответить сама. Собственно, кто виноват в том, что псевдодиагностика стала столь широко возможной, и что делать, чтобы остановить эту лавину? Виноват, на мой взгляд, наш человеческий разум, склонный мыслить логически. Если нашему вот этому логическому рассуждению подкинуть псевдологическую идею, то при недостатке знаний, при, может быть, угасании здравого смысла на каком-то этапе, при том, что не всякий вспомнит о том, что научный метод, он имеет ряд характеристик, таких как чувствительность, специфичность, повторяемость, об этом мы не думаем, когда идем следом за той псевдологикой, которая нам предлагается вот в этих методах. Соответственно, виновата как раз наша способность думать, и нас уводят в размышления, которые ничего под собой достоверного не имеют. Исходный неверный посыл, а дальше на этом выстраивается целая концепция. И как... Так, прошу прощения, тогда это не наша способность думать виновата, а это наша неспособность найти логические ошибки виновата. Не совсем так. Вы знаете, кошка тоже не способна найти логические ошибки, но она никогда не пойдет на диагностику по фолию. Просто потому, что она не способна рассуждать. А вот готовность рассуждать используется как тот посыл, на котором выстраивается концепция псевдологики. Да, несомненно, это выстраивается в расчете на человека. Это правда. Да, конечно. Но не на всякого человека. Это выстраивается в расчете на человека с проблемами в логике и с проблемами в научном мышлении. А таких, к сожалению, сегодня очень много. Не скажу большинство, не рискну сказать, но много. И вот поэтому что делать? Как выйти из этой проблемы? Вот такая лекция, которую сейчас мы услышали, которую прочитал Алексей, она, на мой взгляд, должна входить в курс школьной ОБЖ, вот этой вот программы «Основы безопасности жизнедеятельности», когда уже старшеклассникам можно преподнести информацию, а не в состоянии ее воспринять, как не попасться вот в эти ловушки, в эти сети. Ведь учат же детей, как не входить в лифт с незнакомцами, как вести себя при пожаре, как не погибнуть в какой-то чрезвычайной ситуации. Вот это тоже чрезвычайная ситуация. Пойти неправильным путем, в итоге лишиться возможности получить нормальную консультацию специалиста, получить потерю собственных средств и потерю времени на то, чтобы разобраться с проблемой, если она есть. Вот, по-моему, так. И тут сразу вспоминается инициатива по проверке школьников на наркотики при помощи как раз тех приборов, о которых я рассказывал. Аппаратов поля. Спасибо еще раз, Алексей. У меня вопрос немного со стороны. Только ближе, если можно, микрофон, представьтесь. Меня зовут Даша. Так, вопрос со стороны. Если учитывать, что в США и в других странах проводится куча проверок на разрешение подобных методиков, в России это недосмотр. Можно ли рассматривать вероятность того, что у нас это приобретает более глобальные обороты, вероятность исследований или экспериментов на людях, действий тех же самых добавок и так далее. Я понимаю, что может маниакально звучит, но тем не менее. Ну, это действительно, скорее всего, звучит маниакально. Потому что на самом деле у биодобавок проверять нечего, по большому счету. Потому что по определению они являются элементами пищи. И если они начинают оказывать, если они в эксперименте, предположим, обнаруживают выраженное влияние какое-то на организм человека, они должны быть зарегистрированы, оформлены как лекарственные средства. Нет, можно, конечно, придерживаться теории заговоров, тем более, что недавно вскрылась одна очень нехорошая история по исследованию сифилисом теми же американцами в середине прошлого века. То есть исключать на 100% этого, конечно, нельзя. Но сказать, что это на 100% будет у нас, скорее всего, тоже неправильно. Вероятность, конечно, есть, не нулевая. Та же самая близость, это к тому, что можно заработать очень много денег. Тут есть некоторая проблема небольшая. Поскольку, поскольку, во всяком случае, значительная часть билодобавок есть в открытой продаже, то для того, чтобы проводить нормальное исследование, эти данные будут не годиться. Вы не получите никогда никаких хороших данных. Какие люди купили, какие результаты получились. То есть это просто неудобно использовать, неэффективно. Но идея интересная. Константин Иванович, хотелось бы задать такой вопрос. Все специалисты, какую бы вы ни взяли область, любую, делятся на мошенников и честных. Вот как в области вашей деятельности честные специалисты борются с мошенниками? И наоборот, как мошенники борются с честными людьми? Спасибо. Да, это очень хороший вопрос. На самом деле, это большая проблема, которая, так сказать, стоит целой отдельной лекции. Как борются честные с мошенниками? Ну, скажем так, в нашей стране они борются достаточно вяло. Потому что, вот скажем, тот же элементарный сам просвет, который существовал еще не так давно, он, хотя и был немного занудным, но он был достаточно полезным в этом смысле. И мошенники не так активничали. Какая активность их сейчас, вы видите, вы видите, что они проникают вплоть до верхних эшелонов власти, пробивают свои проекты, умудряются получать государственное финансирование и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, честные люди находятся, вот честные профессионалы находятся изначально в невыгодном положении в этом смысле. Потому что им приходится бороться не столько лично с мошенниками, сколько против целой системы, в которую они очень удачно встраиваются. Потому что, ну, я, честно говоря, не знаю, чтобы существовали единичные мошенники, то есть вот так вот, сами по себе какие-то отдельные. Они обычно кучкуются, организуются, у них очень развито стадное чувство, вот этот вот инстинкт, так сказать. Они очень хорошо друг друга защищают, вот, то есть это такая достаточно организованная, агрессивная и в некотором смысле опасная система. Показательным в этом плане была система, вернее, была история с попыткой части врачей, включая сегодняшнего лектора, бороться с биологически активным добавками путем разъяснительной работы среди населения в интернете. Это был 2007 год. Была достаточно громкая история с препаратом, названием Гравико, значит, который продавался за совершенно бешеные тысячи, значит, возникло стихийное такое движение, которое сформировалось в виде проекта Антибат, где работали в том числе и врачи из разных стран мира, кстати, из Великобритании, из Соединенных Штатов и так далее. То есть это был, скажем так, международный проект. Мы там собирали достаточно такое большое количество информации, показывали, как людей обманывают, какие существуют приемы, разбирали дословно, вплоть до дословно, эти рекламные передачи на радио, которые существуют и до сих пор, рекламные объявления, клинические исследования, которые не выдерживали никакой критики. То есть мы вели достаточно активную разъяснительную работу. Закончилось это все достаточно быстро и достаточно печально, потому что администратору, которому принадлежал данный домен, пошли угрозы физической расправы. И он был вынужден под нажимом, под этим очень быстро, то есть он буквально поставил нас в известности, на следующий день этого домена уже не было, очень быстро передать права эти домена в пользу третьих лиц. Проект был снесен целиком с серверов. Это было, кстати, тоже одно из условий, ему сказали, у него был доступ только. Он был вынужден уничтожить в том числе и содержимое. То есть такая борьба иногда становится реально опасной, то есть в том числе и для физического здоровья, но может быть и для жизни, наверное. Это, я думаю, в некоторых особо тяжких случаях. Да, могу в продолжение ответа сказать, что, во-первых, все-таки существует у нас комиссия по борьбе со уже наукой при Российской Академии Наук. Это к вопросу о том, как борются с мошенниками. А как борются мошенники, в качестве маленького анекдота могу сказать, что вот тут вот нам написал юрист некого господина Гробового. Возможно, кто-то здесь слышал эту фамилию. Дело в том, что сочли, что несколько нарушают его честь, репутацию, упоминание о нем в связи с уже наукой и так далее. В подтверждение приводятся разного рода документы, патенты, заключения, выписанные какой-то странной структурой, где один из руководителей Гробовой Гробовой себе выписывает заключение о том, что он очень важные и хорошие вещи делает. Вот так примерно борются. Будем теперь собирать заключения, в свою очередь, ответные, о том, что да, это уже наука. Будем публиковать, ну а чего делать? Вопросы? Наталья Адемина, скажите, пожалуйста, как бы вы оценили надзорную, экспертную функцию, которую считает Минздрав? То есть мы можем много сказать о Миноборнауке, а скажите ваше мнение о том, что делает госпожа Голикова, ее министерство, ведет ли она борьбу с псевдодиагностикой и так далее? Спасибо. Насколько я знаю, такая борьба не входит в компетенцию Минздрава конкретно, потому что существует ведомство, которое этим занимается, Роспотребнадзор и Росздравнадзор, и, собственно, их функции, на них именно возложены вот эти функции. То есть, скажем, биодобавками и все, что с ними связано, занимается Роспотребнадзор. В последнее время даже очень неплохо. Достаточно большую активность развивает федеральная антимонопольная служба в этом, потому что вот если посмотреть, опять же, последние сообщения, то с рекламой достаточно активно они борются. Но, правда, что они могут сделать, если штраф максимальный, там, по-моему, до 100-140 тысяч, по-моему, рублей всего. Штрафы накладываются, конечно. То есть, Росздравнадзор, насколько я знаю, проводил проверки неоднократные. Вот сейчас последние не знаю, но точно были проверки, когда была очень такая... На пике моды были стволовые клетки, фибробласты в частности. И когда они в один из центров на Кутузовском проспекте пришли, когда они спросили, какого происхождения фибробласты, им ответили – рыбьи. А врач, который занимался введением этих стволовых клеток, имел специализацию, по-моему, по лечебной физкультуре. В этом роде что-то. На самом деле у нас существует и нормальное законодательство, вот рекламное в частности, которое очень четко определяет, как должны себя вести БАДы, как не должны. Но так как никакой реальной ответственности они за это не несут, вот мы имеем вот эту вакханалию, которая у нас есть. То есть это проблема, скорее, законодательного уровня и исполнения законов в том числе. Так, спасибо. Еще есть какие-то острые вопросы? Конечно. Алексей, а Вы видите какую-то положительную динамику? То есть, мне кажется, у меня есть ощущение, что немножко снижается уровень науки, особенно если сравнить с 90-ми годами, что как-то народ стал на нее меньше реагировать. Вот как Вам кажется? На мой взгляд, тоже оно есть такое, но я бы, наверное, сказал, что сейчас плата. Я бы не сказал, что это идет такое снижение. Действительно, с 90-х годов оно все-таки снизилось, потому что БАДы очень быстро заработали себе очень нехорошую репутацию, к нашему всеобщему счастью. Я думаю, что здесь будет некий застой, скажем так, некоторая плата, до тех пор, пока они не придумывают что-то новое. То есть что-то качественно новое. То есть, может быть, как-то сменят терминологию. Может быть, не знаю, введут их в состав лекарственных средств. Может быть, в общем, вариантов развития, на самом деле, масса. Да. То есть вот эта вот гонка вооружений, пока что она вот в состоянии паритета. По моим погроме и ощущениям. Но вот если сейчас генетика подтянется, я так думаю, что будет весело еще. Мы еще услышим о множестве методов, и в том числе и лечения, и диагностики. Да. Хорошо. Вот у нас тут недалеко на Таганке есть церковь саентологии, вот этот Рон Хамбард. И там тоже такой приборчик, там вот два электрода, и по слухам Борис Немцов такой, видно, у нас саентолог. Вы не слышали? Не, не, вы ошибаетесь. Борис Немцов не имеет. Нет у вас каких-то данных про вот использование приборчиков в церкви саентологии? Я его не видел, я не могу сказать, что это конкретно, но по описанию похоже на фоль. То есть это из той же оперы, о которых я рассказывал. Да, спасибо большое, коллеги. Спасибо большое нашему сегодняшнему лектору. Спасибо.